5 причин, почему мужчина не женится на тебе. Сегодня мы разберем 5 причин, и хотя на самом деле в каждом конкретном случае эта причина всего лишь одна, разберем мы именно 5 основных причин, потому что это наиболее частые ситуации, с которыми сталкиваются мужчины и женщины в отношениях, и мужчина не женится на женщине, потому что он упирается в одну из этих 5 таких причин, которые являются затором и дамбой на пути к простроению дальнейших отношений. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям, и сегодня мы разбираем с вами 5 наиболее распространенных причин, почему мужчина не женится на тебе. Если вам эта тема интересна, обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. Первая причина, почему мужчина не хочет жениться, ему сложно сделать этот, так сказать, шаг, это потому что мужчина считает, что он потеряет свободу. Собственно, вот это само по себе упирается в такое убеждение, что брак связан с каким-то сковыванием, связыванием с какой-то несвободой, с навязыванием чужой воли, то есть вот какие-то вот такие есть убеждения. Эти убеждения могут идти из, предположим, какого-то предыдущего травматичного опыта мужчины, ну, предположим, он видел своего отца постоянно несчастным в браке, или, например, он видел родителей несчастных в браке, и мать, и отца, но отец говорил, что вот твоя мать не дает мне проходу, там постоянно мне выносит мост, не дает мне там ездить на мою рыбалку в гараж ходить и так далее. И мужчина считает, что вот пока мы находимся в отношениях, в которых я нахожусь прямо сейчас со своей женщиной, то я ее люблю, она меня любит. Это то, что есть сейчас, то, что, так сказать, лежит на столе. Нам хорошо. Но если я сделаю ее предложение, и мы женимся, то я как будто бы вынужден буду повторить вот тот ужасный опыт из прошлого и своего. То есть я стану своим отцом, я сделаю наш прекрасный союз с этой любимой моей женщиной вот тем ужасом, который был в моем детстве, то есть что было у моих родителей. Естественно, что эти все вещи не осознаны мужчиной, и он просто, так сказать, упирается. Он думает, что нет-нет-нет, давай не будем жениться, вот нам пока сейчас очень хорошо, мы все испортим, если будем жениться. Вторая ситуация, когда мужчина не хочет жениться, это когда мужчина боится ответственности. То есть, вернее, тут даже так, мужчина хочет жениться, но он не женится, потому что он боится ответственности. И я сейчас говорю не о той ситуации, когда мужчина, знаете, такой бон виван, просто у него вот все как-то хорошо, он не любит какой-то черной работы, хочет кататься, не хочет саночки возить, И он не хочет ответственности Он действительно искренне боится той ответственности Которую, как ему кажется, на него непосильным грузом взвалится в браке И он переживает, что он как бы не справится Предположим, опять же, у мужчины есть такой опыт Где в других каких-то отношениях у его знакомых или у родителей Была ситуация, когда мужчина не смог обеспечивать жену свою Потому что там кто-то болел, например Или были какие-то времена такие, что было все тяжело, все теряли работу Или предположим, мужчина думает так, что у него идет в пакете Я сейчас, если мы женимся, то нам нужно будет сразу же ребенка А значит, жена моя будущая тут же перестает работать Я должен буду их всех обеспечивать И я вроде бы формально могу это сделать Но а вдруг я заболею? Вдруг я заболею и я же буду отвечать не только за себя в такой ситуации За себя еще и за двух людей Причем за любимую женщину и за беспомощного ребенка И когда мужчина начинает обо всем этом В том-то и дело, что не думать, а только представлять Оно сразу настолько пугает, что мужчина даже об этом и не думает У меня несколько раз была в терапии такая ситуация Когда мужчины очень переживали, что вот они оказываются Как будто бы в таком бутылочном горлышке ответственности Где в ближайшем будущем, когда появится ребенок Или когда им нужно будет переехать с молодой женой Все будет завязано на них И они переживали не столько, что им будет плохо Не столько, что им будет тяжело Потому что им нужно будет больше работать Они переживали, что вот а вдруг я не справлюсь И я подведу очень важных людей За которых я взял ответственность И вот это заставляло таких мужчин страдать У них там были различные переживания Вплоть до панических атак, тревожного расстройства То есть я говорю об этом Мужчина боится ответственности Не в том смысле, что он не хочет излишней ответственности А он действительно, у него не проработано Он считает, что это то, что он возможно не потянет И это его страшит Третья ситуация, когда мужчина не хочет жениться Это когда он уже был женат И все, спасибо, я там уже был Все посмотрел, все понравилось Больше такого не хочу То есть ситуация, когда мужчина был уже женат Развелся И предположим, каким-то образом он не закрыл Вот так сказать, этот гешталь предыдущего своего брака Бывает так, что мужчина думает Что все-таки я мог как-то получше поступить Я мог как-то вот сохранить этот брак Сделать что-то, что я не сделал И он думает Ну вот сейчас, если я опять женюсь То опять я, возможно, не смогу что-то вот разрешить И я не хочу опять все портить То есть понимаете Мужчина, когда выбирает между тем и отношениями Которые есть сейчас А это же всегда, знаете, отношения Ну вот жених и невеста, по сути Это же такие очень трогательные Очень приятные отношения И вот мужчина не хочет жениться Если этот переход на состояние муж и жена Которая, по сути, является таким Более стабильным, более уверенным Более уверенным Продолжением тех же отношений Вот если мужчина это представляет не как что-то более стабильное Более уверенное А как что-то такое хаотичное Пугающее Скажем Пронизанное, предположим, устрашающим опытом предыдущего брака То есть в такой ситуации мужчине, конечно, нужно очень хорошо проработать Вот ту ситуацию, которая была в его прошлом браке Чтобы он в настоящем Тут брак оставил в прошлом То есть нужно перелистнуть страницу И поставить все точки в тех отношениях В том периоде его жизни А женщине, соответственно, в такой ситуации Очень не стоит делать то, что женщины любят делать Это начинать как-то сравнивать то, что у тебя было в том браке С тем, что у нас сейчас в этих отношениях Женщины любят так Непонятно же, как все будет Но нам всем непонятно, как будет Мы будущее видеть не можем И женщина начинает исследовать поведение мужчины в предыдущем его браке И экстраполировать, как будто бы, как это будет со мной Что совершенно бессмысленно Потому что мужчина уже поменялся А женщина она и вовсе другая Собственно, мужчина не хочет жениться Когда ему в отношениях сейчас и так удобно Ему это не нужно Почему так может быть? Первое, это, предположим, у мужчины нет опыта Какого-то брака, который является чем-то таким благостным То есть, например, родители были в браке Они старались не ссориться обычно Но, в принципе, я их счастливыми никогда не видел Какие-то мои знакомые все Они все, кто были в браке Вот пока они встречались и были там До свадьбы, первые годы Все было хорошо Как только это начался вот такой, знаете, брак От слова, что браком хорошее дело не назовут То там были какие-то вот эти переживания И они потом вот это вот или развелись Или как-то все скомкалось И мужчина в такой ситуации думает Что, ну, жениться вообще зачем? Что это может мне дать? Сейчас все хорошо И бывает так, что и женщина тоже, в принципе, имеет такой же опыт Женщина имеет так же, ну, она много видит вокруг себя браков Которые такие, ну, какие-то скомканные В такой ситуации получается, что мужчина как бы не торопится жениться А женщина как бы не особо по этому поводу настаивает Но при этом у женщины есть такой в голове все равно вопрос Что же будет дальше, когда мы будем с тобой жениться Ну, когда у нас, я не знаю, узаконим наши отношения, так сказать А при этом, ну, по сути, им обоим это не нужно И пятая ситуация, когда твой мужчина вроде бы с тобой, но жениться он тебе не хочет Как-то не спешит Это такая потенциально опасная ситуация Когда мужчина рассматривает как опцию решения конфликта с женщиной Ну, вообще с любым человеком Заменой человека То есть, понимаете, сейчас многие люди в нашем мире, где мы технику же так чиним Мы же сейчас не чиним часы у часовщика Мы меняем часы, покупаем новые Мы сейчас не чиним какую-то бытовую технику Мы ее меняем по гарантии на другую такую же новую И люди в отношениях сейчас тоже часто вот на это смотрят так Что сейчас есть интернет В интернете бесконечное количество людей Бесконечное количество людей Общаться можно с людьми не только из твоего там какого-то полустанка или пригорода А вообще откуда хочешь, потому что в принципе транспорт развит И получается, что людей больше, чем я могу себе позволить вообще их осознать Так же, как вот этой техники, которую ты просто берешь, выкинул старую, завел новую Люди считают так, что вот если мы с человеком находимся вместе, но есть какие-то проблемы Не нужно решать эти проблемы зря Типа лошадь сдохла, слезь там и прочие вот все какие-то байки Нужно просто этого человека минуснуть и 5 нового брать, свежего Конечно, в такой ситуации мужчина может находиться с вами в отношениях Но при этом подыскивать себе кого-то получше Это знаете, как вот я себе купил айфон Но я его себе купил, он сейчас не очень свежий Это последняя версия, но она вышла год назад И вот очень скоро уже выйдет следующая версия И тогда я буду ходить, я его поменяю на эту следующую новую свежую версию И буду ходить с последним айфоном, еще и который вот только у меня есть, понимаете? Но так же мужчина может в принципе относиться к женщине Если мужчина относится к тому, знаете, вот сорту людей Которых сейчас достаточно много среди мужчин и среди женщин Которые считают, что проблемы в отношениях нужно решать, так сказать, заменой модуля в этих отношениях Вторая причина, почему мужчина так же вот может не жениться пока Исходя из своих каких-то внутренних этих сомнений Это если мужчина невротичен И его невротизм проявляется в качестве того, что он старается собрать идеальные какие-то отношения Из нескольких недоотношений Это, конечно, нелогично и, естественно, нереалистично Но в этом смысл вот этого вот невротизма То есть у человека в голове есть неосознанное такое убеждение Что для того, чтобы я был вот в идеальных отношениях Мне нужно найти вокруг себя, собрать, ну, каких-то вот идеальные элементы Ну, идеальные отдельные элементы одного идеального человека Ну, вот так оно в голове происходит То есть в таком случае мужчина на вас не женится Потому что я сейчас вот женюсь на ней Мы станем более связанными И я таким образом не смогу подбирать себе вот эти вот другие элементы где-то вокруг себя Я не смогу получать какое-то восхищение Там, возможно, секс Возможно, какой-то вот, ну, не знаю, интеллектуальные какие-то разговоры от других женщин Здоровый мужчина, он как раз-таки женится Потому что он хочет еще ближе быть к женщине Для того, чтобы вот свою женщину еще больше изучать Еще больше познавать И получать все, ну, так сказать, в одном месте Чтобы была вот эта вот целостность отношений Когда и все, что меня раздражает в ней И все, что меня в ней восхищает И все, в чем она меня разочаровывает И все, в чем она меня не перестает удивлять Вот все это находится в одном месте Это настолько удивительно, настолько сложно, настолько непостижимо Что я хочу ближе быть к ней Хочу понять, как это вот так происходит Понимаете, вот тебя тянет любовью сблизиться с другим человеком Когда мужчина невротичен, склонен к таким невротичным отношениям Его это, ну, оно все пугает Я как будто бы растворюсь в ней И вот непонятно, растворюсь в этих отношениях Поэтому мы пока не будем жениться Пока, вот так сказать, сколько время терпит Побудем в таких вот отношениях А я посмотрю вокруг Тут нет никого такого интересного Немножко мне подходящего Ну и следующий критерий Почему это мужчина не женится на женщине С которой он находится в отношениях Я вас прошу написать в комментариях Чтобы вы написали ваше мнение по этому поводу Только я вас прошу там, в общем, не материться Не ругаться Всякие гадости не писать Старайтесь держаться, так сказать, в рамках правил сообщества YouTube Ваше мнение для меня интересно Потому что очень часто на основании того Что вот люди пишут в комментариях Я подбираю следующие темы для своих видео Потому что то, что пишете вы Это вот оно и есть Вот это реальная жизнь Это реальная ситуация в нашем обществе Это, так сказать, такое живое поле На этом все Подписывайтесь на мой канал обязательно Кто не подписался Ставьте лайк под этим видео Мне это очень помогает Нажимайте на колокольчик Потому что нажав на колокольчик Вы получаете уведомление о том Когда я следующее видео сделал Вы не будете его пропускать Берегите себя и своих близких И до встречи в следующих выпусках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!